Ленинград Невский проспект В центре Санкт-Петербурга В здании, выстроенном бароном Мэнгдоном Над знаменитым Елисеевским Академический театр комедии Славу которому Принес Николай Палыч Акимов Ну и началась моя жизнь В качестве актрисы В академическом театре комедии Одном из лучших театров Ленинграда в ту пору Ролей не предвиделось Были только групповки, массовки Я стала подряд Все главные роли, которые были Готовить и показывать Акимову По-моему, я ему здорово надоела Со своими показами Но тем не менее Как-то вдруг я получила роль В пьесе «Молодые супруги» Шварца И в этой пьесе была вторая роль Подруга главной героини Вали Волобуева Роль небольшая, не очень интересная Но я что-то попыталась там сделать И когда мы сыграли премьеру Я пошла в буфет что-то там поесть И стояла я в очереди В этот момент в буфет вошла Елена Владимировна Юнгер Супруга Николая Палыча Акимова Скользнув глазами по очереди Остановила взгляд на мне И сказала, вот кто мне понравился В этом спектакле Она очень хорошо владела Английскими и французскими языками И часто переводила пьесы Которые в то время еще не шли И часть из них она предлагала мне Так появилось в моем репертуаре Две пьесы Одна «Пишущие машинки» Шизгала И того же автора Шизгала «Тигр» Одноактные пьесы На два человека Но это было уже позднее Когда я как-то уже второй или третий год Была в составе «Трупы» И мы одну пьесу сделали С Лемки Левы Один из ведущих актеров Тогда в театре А вторую с Левой Мелиндером Дедушкой Ивана Урганта Он тогда был женат на Нине Урганта Он был очень таким занятным Человеком Очень остроумным И мне, конечно, было приятно с ним работать Кимов называл его «Чайка нашего театра» Потому что он был занят в тени Шварца И играл саму тень Театру мы не предлагали эти свои работы самостоятельные А играли от филармонии А потом филармония предложила арендовать помещение нашего театра в выходные дни Для того, чтобы мы могли там сыграть эти две пьесы в один вечер Западная драматургия в то время Почти не шла Появление сразу двух пьес американского драматурга Вызвало большой интерес На первом спектакле спрашивали билеты от Анечкова моста И даже на следующий день я встретила Акимова, который сказал Говорят, вчера был большой успех у вас здесь Вы играли какие-то тут пьесы Для меня Николай Павлович Акимов остался как пример поразительной Ярко выраженной в искусстве индивидуальности Вот если преподавать студентам рассказывать о том, что это значит, личность в искусстве То для меня это очень яркий пример того Все в нем было неповторимо Акимов замечательная личность Редкостный театральный художник И поскольку он был художник необычный и очень индивидуальный То все это было не похоже на другие спектакли и вообще на другой театр Я застал еще Капельдинера, который после смерти Акимова стоял внизу и продавал программки И говорил, вот программки создатели театра, создатели театра Это же действительно был создан театр У него была непростая судьба Его запрещали, отнимали театр у него И никуда он не мог устроиться Акимов не обижался на время Которое его очень сильно не обидело А просто умер с филиалом, как художник И вот эта способность не обидеться на время Прекрасно Другое дело, что приходилось адаптироваться к властям Его стали уличать в западничестве Вот по идеологической линии И трупа поддержала этот И его сняли И когда его сняли, то им пришлось очень туго Но потом как-то время стало меняться И несколько мягче стали уже власти По отношению к западной драматургии И западному театру И ему, в общем, разрешили вернуться в Питер И назначили главным режиссером И Акимов тут же начал собирать труппу Он пригласил Тенина с Сухаревской Смирнова, Ханзеля с Гурецкой Из Камерного театра Он пригласил Юнгера, Зарубину Юнгер была в Александринке ведущая актриса Но они уже к тому времени поженились И ему в театре все говорили Ну, возьмите уже Юнгер У нас же нет актрисы такого плана Надо сказать, что она была настолько очаровательна Что даже не задумывались о том Насколько она хорошая актриса Все было неправильно в этом лице И нос какой-то непонятной формы И овал лица Но все вместе Освещенное ее женским обаянием Производило неизгладимое впечатление Я помню, первый раз ее увидела Когда она только что приехала из Финляндии Вся какой-то пушистой шапки С таким длинным-длинным борсом Очаровательная такая Кофточка пушистая И она выпорхнула Такое впечатление было Что она вылетела из дверей Вся такая легкая Ей было уже прилично Где-то за 50, наверное Это под конец его жизни Исполнилась его мечта Он все здесь делал сам Он не хотел никуда уезжать Вот он, когда летом открывались все окна Вот он тут сидел Все время писал свои дивные портреты Это вот был для него счастье и отдых Так что Так жалко, что так мало Но зато все-таки под конец Он получил то, что хотел Он мечтал жить на набережной Они не посягали на свободу друг друга Николай Павлович был известным любителем женщин Елена Владимировна смотрела на это так Мудро и спокойно Потому что она сама считала Что если ей кто-то понравится Она не должна от себя отказывать Это не вызывало какого-то неприязненного к ней отношения Все с юмором к этому и относились Я давно хотела вас спросить Скажите, это у вас в России так принято? Что именно? Что муж и жена живут в разных комнатах Во время войны Она, будучи женой Акимова, уехала в Голливуд Сказала, что вот так сложилась ситуация, что она уезжает с Калатозовым Конечно, для Акимова это был удар В это время театр отправили в эвакуацию в Сталинобад Душанбе теперь Ну, это было ее увлечение, Калатозов И она попала в компанию Михаила Чехова Чарли Чаплина Она пробыла там полтора или два года в Голливуде И в какой-то момент она поскандалила с Калатозовым Я не знаю подробностей, но говорят, скандал был очень сильный Ей все это надоело И уехала Вернулась назад И поехала туда, в этот Сталинобад Софья Васильевна Вы ко мне Прошу вас, садитесь Простите Простите, но такая неожиданность и прочее Вы ко мне К вам, Владимир Анатольевич Явилась такая скромненькая С платочком, завязанным под подбородком В каком-то клетчатом платьице Накинутом пультецом таким легким И постучалась в гостинице, в номер, где жил Акимов Попросилась артисткой в театр И все началось Сначала Он очень заботлив был Тебе не холодно? Ты не устала? Может быть, пойдешь домой? Если там на репетиции задерживались Прожито было много лет И они знали грехи друг друга И прощали их И никогда не осуждали Друг друга за это По-человечески были очень близки Иногда на гастролях нас селили вместе И люк, скажем, номера отдельного простого не было И нам предлагали «Елена Владимировна не против, если вы поселитесь вместе с ней в номере» Я однажды просыпаюсь А она стоит передо мной с подносиком И на нем кофе И она говорит «Маечка, вам когда-нибудь подавали кофе в постель?» Вот я хочу, чтобы вы поняли, как это бывает приятно Но она была замечательной, конечно Я даже не знаю, чем я обязана ей Но почему-то она мне говорила иногда Что вы знаете, что вы аристократ духа Не знаю, что это такое Какая темнота Какая ночь И среди этой ночи Какая обоюдоострость Когда мы пришли с Леней Одним из ведущих актеров был Павел Панков И мы почти каждый вечер в квартире у Панкова Бывали на таких вечерах, где были артисты, поэты Он был очень коммуникабельным человеком Остроумным, умным Умел посмеяться очень по-доброму Не осталось ли чего-нибудь от обеда? Каши или в этом роде чего-либо? Там была еда определенная Макароны и кабачковая икра И разговоров было много После спектакля Это собирались всегда уже где-то около 11-12 И в Стегнеев бывал там часто в этом доме И они начинали какие-то перепалки, споры Я слушала, на какой-то момент я начинала клевать носом А Варвара Сашальская в свои тогда 60 лет Глядя на меня, говорю, ну мать моя, ну что ж такое, что ж ты носом-то клюешь Ты меня моложе раза в два, наверное, а я вон, смотри, какая-то здесь бодрая Как это по вечерам скучно всегда Хоть бы ты, Терентьев Александрович, гитару свою принес Да поиграл бы что-нибудь, а? При найме мною квартиры, достопочтенная Окурина Ивановна Я не брал на себе обязанности увеселять вас Павел Панков Он недолго проработал при нас Он был приглашен уже в Товстоногу Он сыграл Фамуса, он сыграл Мещаных, вот Тетерева Но потом как-то Лебедев все время у него поперек пути Ты, мать, осторожнее выражай свои мысли Мы живем среди лиц образованных Они на все могут навести критику То есть у Паши такая фактура Фальстафа, он очень хотел играть Он просто создан был для этой роли Но, к сожалению, Лебедев тоже захотел играть эту роль Он обкладывал себя какими-то подкладками такими Чтобы увеличить фактуру Но это было заметно и неорганично как-то И я его за это очень не любила Что он мне дал Паше сыграть роль Которая просто для него была написана Ну, театр есть театр Театр взял трехминутный разговор пьесы В которой описывался роман между таким довольно солидным мужчиной И юной девушкой Мужчину играл мой муж Леня А девушку играла Люся Люлько И там завязался роман Ну, и в результате этого романа мы с ним расстались Он потом пытался вернуться Но я тут уже сказала нет Я очень переживала У меня была знакомая актриса Которая хорошо знала Товстоногова Она сказала, ну, если хотите, я могу поговорить Чтобы он вас посмотрел Я в какой-то момент пришла к нему Я была в меховом жакете, в шляпке Он сказал, ну, раздевайтесь Я, значит, разделась Он, ну, пройдитесь Я прошлась Повернитесь в профиль Я повернулась Говорит, вы знаете, у меня вообще нос длинноват Но я иногда его подтягиваю Стала показывать А он мне говорит, что Вы знаете, ваш нос вам придает особой индивидуальности Я думаю, не надо его подтягивать Вы знаете, я собираюсь ставить варвары Горького Вы могли бы Надежду сыграть? Я говорю, да что вы Там Гоголь в Малом театре играла Такая женщина в теле, можно сказать С таким голосом низким Я говорю, нет, это не мое дело Я такая инженю Он сказал, ну, не знаю А что вы могли бы? Я говорю, ну, я молодых девушек там играла Последние люди Он мне говорит Ну, вот мы собираемся вид с моста Ставить Там есть роль Я думаю, что мы сделаем это как дебют Ваш у нас в театре Я пришла, прочла пьесу Мне понравилось Но самое замечательное, что пьесу эту не взяли они тогда Пошли варвары и на роль Надежды он взял Доронина И, в общем, я осталась в театре и не жалею Потому что появились интересные роли И как-то уже жизнь изменилась И с Леней просто мы были в нормальных отношениях Вскоре в театре появились две дамы Дамы, которые стали моими самыми близкими подругами Одна это Инна Ульянова, которая пришла из-за ученича Вахтангова И оттуда же Маша Пантелеева Одна совершенно замечательного таланта комедийная актриса А вторая очень мудрая, философски настроенная И прекрасная шахматистка Марина Александровна Пантелеева Которая потом стала профессором в Щукинском училище И жизнь совсем приобрела другой оттенок И в этот момент как раз такой автор Угрюмов Принес в театр пьесу «Чемодан с наклейками» Комедию В которой для Инны была роль такой ученицы театрального училища Вся роль, которая стояла из монологов Которые она очень быстро говорила И делала это очень ярко, интересно А я была ее подругой Несколько забитой от того, что такая блистательная у меня подружка Которая не дает слова сказать И у меня несколько буквально реплик было Чтобы быть заметной, я подумала Начну-ка я говорить очень медленно И получалось ее очень быстро И мое медленное Такое глупое какое-то реплики Они вызывали смех И иногда аплодисменты Даже такой контраст получался И вид я тоже такой нашла Была, в общем, довольно смешной Мы с ней имели успех И когда был банкет Акимов какую-то он стал речь произносить Потом подошел ко мне По другую сторону встала Глядя на меня, сказала Вот актриса Которую я долго гнобил в своем театре И которая доказала, что она талантлива Ну я была очень тронута таким признанием И после этого моя судьба резко изменилась Я стала получать роли полноценные, интересные Вот я получила простую девушку Главную роль за главную, можно даже сказать С Сашей Прошкиным мы играли Сейчас он известный кинорежиссер С Филипповым, с Сергеем в этой же пьесе Акимов его взял из цирка Привода с юмором к нему отнеслась во все Он очень быстро стал популярным И когда мы приезжали на гастроли Я помню, мы ехали с ним на трамвае И вокруг трамвая выстроилась такая толпа Что трамвай не мог двинуться с места Потому что все хотели видеть Филиппов А в результате им пришлось выйти И показать себя, чтобы они успокоились И уже трамвай двинулся куда-нибудь Он носил с собой фляжку белую Всегда наполненную каким-то портвельм И называл ее Снежной Королевой Эту фляжку У меня Снежная Королева на месте Здравствуйте, товарищи А жена у него была Писатель Голубева Он ее называл Моя старуха Изергиль Но ее это не обижало Она была такая добродушная Такая всегда веселая И приходила, когда к нам за кулисом Говорила, девчонки Теперь модно Вот белые манжеты, белые вороночки Вот посмотрите у меня Она была довольно богатой женщина В отличие от артистов Потому что писала книги И жили они в неплохой квартире Где-то рядом с Невским проспектом У них было много книг Однажды, когда она уехала Филиппов пригласил Одного из своих друзей Они вдвоем хорошо выпили Еще выпили Несколько дней Деньги кончились И тут взгляд Сережи Упал на большую советскую энциклопедию И они взяли эти книги И издали в букинистический магазин Вернулась жена И вдруг увидела такую дыру В стеллажах с книгами Может, в подарки сыграем? Сережа, а где энциклопедия? Где? Коли взял почитать Хотя, Коль взял почитать Он тут у меня был Это было, конечно, замечательно Совершенный анекдот Приезд комедии в Москву Всегда был праздником И праздник этот начинался на улице Театральный плакат Акимова Обещал изящное, яркое зрелище Мы приехали и играли в театре сатир Все спектакли проходили с большим успехом Особенно все рвались на силуэты Парижа Это был спектакль, поставленный для юнгер Устроили такую толпу перед театром Были открыты две двери Которые пропускали зрителей Эта толпа ринулась так Чтобы какие-то двери разбили Вызывали конную милицию Чтобы наладить какой-то порядок Петр Наумович Фоменко Был на этом спектакле Это был разгар нашего романа Перед этим спектаклем он пригласил меня в Прагу В ресторан на крыше Мы там сидели В общем, я как-то забыла о том Потому что у меня вечером спектакль И он должен был первый раз смотреть меня на сцене Побежали мы к театру Он пошел в зрительную часть Я пошла в закулисную По-моему, я очень плохо играла в этот раз Как он потом мне сказал Единственное, что ему понравилось, это мой выход А все остальное Он не раскритиковал совершенно В эти гастроли Последним спектаклем Был спектакль «Тень» Шварц Акимов был на этом спектакле И в конце вышел поклониться После окончания спектакля Акимов появился перед публикой Все зрители встали Сцена была усыпана цветами Последним Поднялся на подмостке Высокий молодой человек в черном Положил к ногам Акимова Огромный букет роз И низко в пояс поклонился ему Поклоны были Большой успех Гостиница «Пекин» В основном трупа там располагалась И утром, когда ему позвонили Он не брал трубку Потом поднялись Стали стучать Он не открывает Открыли И увидели, что он лежит на боку На постели На кровати Так поджав ноги А в руках у него был журнал Иностранная литература Открытая на романе Семенона Тюрьма И он был мертв Причем неискаженное Страданием лицо Так заснувшего человека Просто с книгой Так в руках у него остался Этот журнал Это был сердечный приз Вот мы остались без главного режиссера Каждый год 16 мая Театр отмечал день рождения Акимова И в этот день устраивался капустник Людям, которые проработали в театре 10, 15, 20 и дальше лет Писали стихи, поэмы или песенки И в то же время поздравляли Акимова Но после того, как он уже ушел Его все равно вспоминали И этот день остался таким для театра Он до сих пор существует Этот день 16 мая И он был мертвым И он был мертвым Традицией нашей пасхалки Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...